Здравствуйте дорогие овощеводы, городники. С вами опять я, Лидия Бундарева и мой канал Калейдоскоп Овощевода. Сегодня февраль месяц. Мы рассмотрим то состояние помидор, которые мы сеяли 15 января. Я вам показывала, как надо петлей их пикировать. Вот это помидоры высокорослые. Сегодня уже нужно их примедлять в росте обратно. Это уже будет примедление в росте, а потом пойдет уже вторая пикировка. Немножко потянулись помидоры, но учтите, что это выращивание на подоконнике. Оно существенно отличается от тех, которые производятся в теплицах. Там верхнее освещение и помидору больше света. Помидоры тоже любят свет. Сейчас ему не надо тепла много. Сейчас 18 градусов достаточно для помидора. Но очень важно, чтобы он же прижился, чтобы он хорошо укрепился. А для этого тоже нужно тепло. Чтобы замедлить рост помидор, которые мы посадили 15 января, нужно оборвать семядольные листочки. Для этого я покажу вам, как это делается. Смотрите, вот помидор, вот эти семядольные листочки. Вот один и второй. Вот мы для того, чтобы замедлить рост, мы берем и общипываем их. Ножницами обрезать не следует, потому что это же все-таки металл. И соприкосновение. И за помидор не очень нужно браться рукой. Просто очень осторожно. Вот так брать и отрывать вот эти семядольные листочки. Вот. Смотрите, вот так все-все-все мы поощипываем листочки. Они замедлятся в росте. Наверное, где-то на неделю, может быть на две. А потом после этого уже будем смотреть, что делать дальше. Все дело в рассаду, когда выращиваешь, нужно смотреть по ситуации. Ситуативный момент учитывать. Потому что можно и не обрывать эти листочки. Они так быстро растут и укрепляются, что можно. Но корень будет вязаться вот здесь, вверху. Поэтому вот эти листочки не нужны. Будут для следующего наращивания рассады. Вот уже мы оборвали. Оборвались. Вот смотрите, семядольные черенки. Мы их бросаем в воду. Пусть она так и киснет. Это будет хорошее удобрение. Вот здесь, в земле. Вот сейчас мы их подрыхляем, помидоры. Смотрите. Конечно, они уже поредели немножко. Подрыхляем. Смотрите, когда будете обрывать помидор, держите аккуратно. И только отщипывайте этот листочек, а не рвите его. Ну, чтобы вытяните помидор. Он еще слабо держится. Вот смотрите. Теперь берем вот так между рядочками, взрыхляем. Рассаду хорошо взрыхляем. Воздух даем, чтобы помидор дышал. Вот. Каждый рядочек вот так подходим и берем, взрыхляем. Все. Вот теперь берем и поливаем. Простой такой водой комнатной температуры хорошо поливаем. Очень хорошо. Этот раз помидор надо полить. Очень хорошо, чтобы он укрепился. Потому что мы его немножко надорвали. Вот. Этой операцией мы примедлили рост помидоров. Они у нас пойдут крепче. Теперь два дня помидоры эти должны постоять в том же месте, где они стояли раньше. Чтобы они немножко адаптировались, прижились. Потом нужно будет уже, когда они постоят два-три дня, переставить в прохладное место. Давать им температуру где-то 15-18 градусов, не более. Чтобы они не тянулись. Ну, свет надо, конечно, на подоконнике. Ищите, где у вас прохладное место, чтобы там они стояли. Вот мы полили помидоры. Хорошо нужно поливать, смотреть, какие места они долили. Вот. Теперь, когда земля немножко впитается, мы присыпем их мульчуей. Смотрите, чтобы земля была немножко такая рыхловатая, но и суховатая. Чтобы вот так аккуратно между рядочками. Вот. Берем, присыпаем помидорчики. Потом, когда мы проведем эту операцию, мы поставим на прохладный подоконник. Там, где они стояли раньше. А потом, через два дня, я уже повторяю, мы их поставим на прохладное место. Я думаю, что в таком состоянии мы еще замедлим время. Их, и они продержат где-то две недели. до того, как будем пикировать в стаканчики. Это произойдет где-то числа первого, второго, третьего марта. Когда мы запикируем эти помидоры в стаканчиках, они уже будут, приобретут хорошие уже, мы можем перенести уже через две недели, три после этого в теплицу для укрепления. И высаживать. Уже будем далее. Я вам буду показать следующие операции выращивания рассады. А на сегодня я свою программу заканчиваю. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, дорогие мои овощеводы, дорогие люди, которые поддерживают меня, любят овощеводство, любят заниматься неленивые, трудяги, которые вечно что-то ищут, потому что в производстве, я считаю, в произведении вся радость нашей жизни. Там, когда ты что-то делаешь, и у тебя получается, ты радуешься жизни. До свидания на сегодня. С вами была я, Лидия Бондарева, и мой канал Калейдоскоп Овощевода.